Но, несмотря на все клятвы верности украинской власти, Петров работает на российскую пропаганду. В том числе, когда пропагандирует ненависть против тех украинок, которые, спасая детей от войны, вывезли их за границу. В своей программе он говорил о ведущей Алине Шаманской, которая брала интервью у Алексея Арестовича и сказала во время разговора, что живет в США, потому что ее пятилетний сын боится возвращаться в Украину. Боится, что его убьют ракетой. Петров в эфире пародировал Шаманскую. Я в Америке, потому что моему девятиречному сыну страшно. Короче, я вырешил, я пи***ю в Лондон. Значит, бо моя попуга, тут занадто в Киеве важке повітря для нее. А что каже ей пи***а, блин? От, цікаво. Хто? А? Яка пи***а. Ну, от, цієї ведучої. От, ей страшно від ракет? Пи***а. Я просто, якщо девятиречному сыну страшно, а может, а пи***и не страшно. А вона така, а мені не страшно. І вони сваряться, пи***а, девятирічний сын. А вона сидить і каже, не сваріться. Не сваріться. Пи***а. Ну, він же правий, там страшно, його може вбити ракетой. А пи***а каже, мені теж страшно, але мене ракети не вбивають. Що це за хуйня взагалі? Я поїхала в Каліфорнію і тут живу, тому що це захотів мій дев'ятирічний сын. Мама, чому ми не в Україні? Запам'ятай, дебіл, б***й, дев'ятирічний. Тобі нахуй страшно, бо тебе в'єбує ракета. Ти знаєш, що я тебе ракети роз'єбує? Дивись, якщо ми поїдемо в Україну? Ні, ми можемо поїхати, да л***йо. Ми можемо зараз поїхати в Україну. Тобі всього лише дев'ять турків. Знає, дивись, ти вийдеш на вулицю, вийдеш на вулицю, там ракета така «Хуйня тебе, нахуй, шмеття отак, б***ь, постійно хуйня від тебе не залишиться». Ні, ми можемо поїхати, якщо ти не боїшся. Якщо тобі похуй, що мама буде плакати, б***ь, мама буде плакати, залишиться одна нахуй, б***ь. Це видео зараз удалено із Ютуба. Інтересно, що при этом 19-летня дочка Петрова Татьяна много времени проводит за границей. В начале 2023 года она уехала на три місяца с середины января по середину апреля. Побыла в Україні неделю і знову уехала на місяць. Вернулася в Україну на три місяці і знову виїхала. Да і жена Петрова за два роки війни дуже часто пересекала границю України. Кстати, її отец, тесть Владимира Петрова, Анатолий Николаївич Емец, гражданин России, до полномасштабной агрессії, їздив туда неоднократно. Що интересно, в 2016 году у нього дома был проведен обыск, во время которого там нашли і з'явили револьвер. Теща Петрова, Валентина Івановна, неоднократно обращалась в полицию с заявлениями о том, что її муж п'янствует і ведет аморальний образ жизни. Петров всіх женщин, хто виїжджав даже із Києва, не то, що із України, назвав предательницами і заявив, що їх нужно поразити в правах і наказати. «Все, хто збежав», заявив він, «беглеці». «Все, хто збежав, дозвали бути лишени определенних прав». Любовница Петрова, кстати, регулярно постит в Інстаграм фотографий і видео із разных країн. Говорит і пишет по-русски, со знанням дела рассуждает о породах елитних лошадей і демонстрирує люксові бренды. Под российську попсу. Да, щоб портрет Петрова був полним, нужно розказати вам і об цій части його життя. «Когда я занимался этим расследованням, со мной вышла на связь бывшая подруга, любовниця Петрова. Она рассказала, что Петров как минимум с 2015 года изменяет жене. Об'єктом этого расследовання не является личная жизнь Владимира Петрова. І з етических соображений ми не показуємо здесь фото і видео любовниця Петрова і змінили її ім'я. Назовем її Аленой. Але я розказую об'єтому, тому що в даній ситуації дуже важливо показати, наскільки Петров насквозь лживий. І русський язык, і поїздки за границю, даже беженців, Петров публічно хейтить. І зміняєт жене, с русскоязычной девушкой, которая більшу частину проводит в Європі, введя роскошний образ жизни. Петрова оскорбляє жінчин-беженок, которые вывезли из-под российских ракет своих детей, а його любовниця в це время хвастається в інстаграм своїми поїздками. Вулканический пляж, пишет она, идеальне місто для підзарядки. Магнитні своїх чорного піска несуть пользу для здоров'я. А це написала Алёна под видео 2023 року з Тенерифи в своєм інстаграмі. Це всім остальним українкам нужно вернуться вместе з дітьми в своїх городах і не бояться обстрілів. А любовниця Петрова лучше на Канарах. Петров снимає Алёне квартиру в центре Києва і оплачивает все эти поїздки за границу. Девушка, которая поделилась со мной цей информацией і передала переписку з Алёной, з нею більше не общається, так як осуждає такий образ жизни і двуличие. Інстаграм Алёны полон фотографій і видео, як она ест, катається на лошадях і красиво одевається. Алёна в своїх постах рассказыває, що іспанці трындець какие тупі, тому що девушка на рецепції не змогла їй подсказати, де знаходиться музей карет, і посоветовала обратитися к гидам. «Ядрін батон, ви че, серйозно? Як таке може бути?» – возмущається Алёна. «Всє чудесно в Іспанії. Еда, природа, море. Но сервіс, ё** твою ж налево. Я ще таких тормознутых людей не видела. Манана, все завтра, послезавтра, неважно, срочный у тебя вопрос, не срочный. Всем похер. Они будуть тупить, тупить и тупить. І це просто бесконечний процес тупизма», – поделилась Алёна своим мнением об іспанцах. Вот такая любовница у Петрова. Кстати, если жене Петрова Татьяне захочется узнать подробности, я готовий передать фотографии Алёны, адреса, скрины с Инстаграма и прочие данные, которые я имею. При этом, несмотря на любовницу, Владимир Петров переписал на жену почти все имущество. Доверяет ей самое для него дорогое – деньги. Помните, что статья о госизмене предполагает от 12 до 15 лет с возможной конфискацией имущества? По информации моих источников, жена Петрова Татьяна Анатольевна Петрова в девичестве «Емец» возможно имеет российское гражданство и зарегистрирована в Москве. Так что не удивлюсь, если супругов связывает не романтика, а служба, и Алёна совсем не мешает этому браку. Тесть Петрова, как я уже говорил, тоже гражданин России, живёт в Украине на основании справки о временном проживании и очень сильно пьёт. Ну а ещё у Петрова в Москве живёт двоюродный брат, и Петров с ним очень близок до сих пор. И он даже сам об этом говорил в эфире YouTube-канала «Исландия», но сейчас этот эфир удалён со всех площадок. Петров рассказывал, что ему позвонил на тот момент советник офиса президента Алексей Арестович и спросил, есть ли у тебя в Москве брат с таким же именем, как у тебя. Петров ответил, что есть и брат, и дядя. Петров очень часто нападает на украинских журналистов. Угрожает наказанием шеф-редактору издания «Детектор медиа» Натальи Легачёвой. Так он отреагировал на слова журналистки, сказанные на пресс-конференции. Наталья в своём выступлении говорила о балансе между приоритетами национального сопротивления и свободой медиа в Украине и, среди прочего, сказала, что действующая власть способствует коррупции в медиа. Как и предыдущая власть, нынешняя очень часто пользуется чёрными технологиями. Извините, но существование Петрова и Иванова в эфире и то, что Нацрада дала Исландии лицензию, это нонсенс. Это чёрные политтехнологи, которым не место ни в марафонах, ни в Ютубе, нигде. Вова Петров — это тот, кто привёл когда-то тетушек на Майдан и сбивших Олю Снецарчук с Пятого канала. Это тот, кто продвигал кучу чёрных технологий. Меня очень удивляет, почему никто не подскажет Банковой, что это просто стыд. И таких примеров очень много, сказала Лигачёва. Велезла Лигачёва, яка сказала, что мы там с вами працюем на Офис Президента, на этом форуме. Петров и Иванов, чёрные политтехнологи, працюют на Офис Президента. Петров дотичный, Петров зробил тетушек. Тобто, вона проговорила все, что говорит Гордон. Вот. И, значит, с Гордоном там окремая rozmова. Лигачёва, я сразу попереджаю, будет покарана. Иванов попытался предположить, что наказание будет в порядке, предусмотренным законом. Нет, я не требую, значит, сейчас я не требую вибачивания. В порядке предположенного закона. Нет, ну, короче, это я буду решать, как она будет покарана. Но вопрос в том, что раньше, когда она это не говорила, мне было по фонарю. Взагалі. Сейчас я считаю, в следующем случае, это моё понимание, это можете считать, что я вот такое понятие ввёл, значит, понятие, вот такое понятие в собственное понимание этого жизни. У меня могут, меня могут звинувачивать в будь в чём, и я готовый с этими людьми, я готовый про это мовчать, готовый говорить, готовый конфликтовать, значит, с теми, кто остался в Киеве, або кто воюет, або кто просто остался в Киеве. Будь-якое чучело, якое втекло, будь-якое чучело, якое втекло. Бизнесмен, журналіст, політик, мне по херу. Будь-якое чучело, якое втекло, и зараз приїхало, и что-то тут разповидаю, будет покарано. Якщо кто-то, якщо кто-то, якщо кто-то, намагается собі уявити, згадайте, что стало с Тарасом Чорноволом. А вот, кілька месяцев тому. Тобто, Лігачова буде покарана. Иванов опять попытался возразить Петрову. Попросил того прекратить угрозы, опасаясь жалоб пользователей Ютуба. Петров в ответ возмутился из-за того, что не может на собственном канале сказать то, что хочет. Озвучил еще несколько оскорблений и попрощался со зрителями. На этом эфир был остановлен. Почему я не могу на своем канале сказать то, что я хочу? Тобто, почему какие-то стадо, каких-то репетузов, просто репетузов грязного спиднего билизни, которые просто с грязными ляжками текались из Киева, собі там позволяют открывать рот, а я не могу на своем канале сказать то, что я хочу это сказать. Вы можете. Просто это слово «сполучение». Не озвучите, а его нужно помнитать. Я чудово это помню. Если что, то закриют другую часть. Окей, я не против, я просто вам попереджаю. Напомню, что экс-народного депутата и политолога Тараса Черновила в мае 2023 года неизвестные облили зеленкой и бросили в мусорный контейнер. Сам Черновил называет случившееся нападением обычных тетушек. Связывает инцидент с Петровым и Ивановым. Ужасным образом Петров высказался и о главных редакторах украинских изданий «Зеркало недели» и «Новое время» Юлии Мостовой и Виталия Сыча. Ви захарили, блін. Ви тупо захарили, блін. Це герантофіліческий цех, який 20 років продає неиснуючу демократію, при цьому вилізуючи дупу одному чи іншому олігарху або політику. Шо ви, кого ви вчите? От мені цик, ні, реально, кого ви вчите? Легше, блін, в колхозі якусь бабцю 80-рично навчити користуватись айфоном. Останнім. Я вам серйозно кажу. Ви вчите завжравшися стада, тупо зажравшися, яке продає свою нібито порядність, а потім вночі стачак бере просто в пакетах гроші. Для того, щоб відмовитись від своїх принципів. Я поясню. Всі ці сичі, всі ці мостові, всі ці лігачові, це просто, вони, вони просто, як називається, коли це супроводжує дівчина-чоловіка? Ескорт. Ескортніці. Розумієте? Вони такі, ні-ні, ми не шльондри, ні-ні, ми не пові. Ми ескортниця. Ескортниця має право казати про те, що вона порядна, тому що у неї сумочка, дорога, все це херня. Ви ніщо, ви вчора, ви насправді позавчорашній день. Ну, а от, що говорив Петров в адрес журналістів «Української правди». Я тепер по-іншому, ніж як вафлісти працівників «Української правди» називати не буду. Я втомився тикати пальцем і показувати їм в те, що вони роблять херню. В «Українській правді» працюють вафлісти. На Ісландії працюють фашисти. Це доведений факт. Ну, просто запам'ятайте. Так, запам'ятайте. А на «Українській правді» працюють вафлісти. Мусаєва і «Українська правда» взагалі розуміють своїми своїми мізками, своїми журналістскими мізками, по-українськи журналістскими мізками, вихованими в свінарниках лігачової, мостової і притули Олени. Розуміють взагалі, що найпростіший шлях до перемоги це зневірення людей в авторитеті Верховного Головнокомандувача і Головнокомандувача. Що розкол внутрішньополітичний під час війни на руку лише ворогу. Чи я правильно розумію, що головний інвестор «Української правди», так, якому за чутками Олена Притула в 12-му році чи в 11-му чи 12-му році продала «Українську правду» Сергій Льовочкін і досі впливає на вашу політику. Мені цікаво, хто, «Українська правда», чекаємо відповідь на запитання, хто з росіян дає вам гроші? «Українська правда» в цьому випадку повела себе як вафлісти. Ну, а хто вже дотичний до ухвалення цього рішення? І все. Мене далі нічого, я не буду ходити казати «Українська правда вафлісти, а от Михайла Ткачній вафліст», «Українська правда вафлісти, а от водій Михайла Ткача не вафліст», «Українська правда вафліст, а от прибиральниця, вона не вафліст», бо кожен робить свою роботу. Я не буду всередині української правди ділити когось на вафлістів и не вафлистов. Все. Украинская правда в этом случае, как и страна ЮА, как и российские медиа, грают на боце россиян. Мне больше ничего не цікавило. Теперь о преследовании и провокации против соучредителя проекта «Наши гроши» Юрия Николова. 14 января 2023 года анонимный телеграм-канал «Карточный офис» опубликовал видео, на котором неизвестные мужчины, их лиц не видно, стучат в дверь квартиры журналиста-разоблачителя коррупционных схем, соучредителя проекта «Наши гроши» Юрия Николова и говорят «Открывай кремлевская хвойда, будем разговаривать». Авторы поста утверждали, что это военные приехали с нуля на ротацию и решили передать повестку журналисту. Николова анонимный телеграм-канал охарактеризовал как журналиста, который несколько лет питался из рук российского бизнесмена армянского происхождения, сбежал из Киева в начале полномасштабного вторжения, а по возвращении решил сделать вид, что ничего этого не было. Никаких доказательств этому утверждению авторы сообщения не привели. Также не уточняли имени российского бизнесмена армянского происхождения, о котором упомянули в тексте. Николов рассказал 15 января, что накануне неизвестные ломились в его дверь, кричали, чтобы он шел служить и обклеили дверь бумажками. Журналист назвал карточный офис придворной телеграм-помойкой и отметил, что информация о визите якобы военных к нему домой появилась на канале через 15 минут после инцидента. Народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк отметил, что карточный офис связывают с бывшим заместителем главы ОП Кириллом Тимошенко, а также с Петровым. О том, что карточный офис ведут Петров и Иванов, ссылаясь на собственные источники, сообщила также народный депутат от «Слуги народа» Марьяна Безуглая. «По моей информации», написала она, телеграм-канал «Карточный офис» ведут два медийщика Сергей Иванов и Владимир Петров. Ютуб у них «Исландия», которые пытаются провоцировать и давить на журналистов, в частности на Юрия Николова, а также создавать иллюзию причастности к команде власти, показывая ее в стиле бандитских 90-х. Один из источников инвестиций убежавший из страны подсанкционный контрабандист. «Провокаторы», написала Марьяна Безуглая. «Нападавших сразу задержали. По моей информации, они указали напрямую на Петрова, как на заказчика этого нападения. И все мы ждем теперь соответствующих действий от правоохранительных органов». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин